так слушайте я хотел тут еще не только петь но раз прочитать пару историй можно историй мы не могу их рассказать но они уже написаны напрягаться подставку но это не встает в подставку у свой какой-то да история называется ну это такая предположение называется дорога в пк однажды петров уснул и не проснулся к вид был ни при чем просто закончилось количество вдохов и выдохов выделенных каждому человеку петров йогой не занимался количество вдохов не уменьшал за счет задержки дыхания а еще бегал по утрам и после пробежки всегда дышал чаще может еще и поэтому умер довольно молодым человеком впрочем какая разница почему но умер и умер как говорится как и положено петров долго летел через длинные темные тонны потом как и положено увидел яркий свет потом этот свет как и положено заполонил собой все вокруг а затем все закончилось в том смысле что свет паутих и петрову внезапно явился милый патриархальный пейзаж изумрудные луга пасущиеся рыжие коровы пыльная проселочная дорога чье-то поле огороженное забором из жердин и пугало посреди этого поля мешок набитый соломой в соломенной же шляпе весело скалился нарисованным ртом хоть он и был полустертым но настроение угадывалось привет сказал петров продолжая озираться голос его слегка дрожал как человек начитанный он понимал что это еще далеко не конец пути а скорее самое начало пугало молчало ну типа вот сказал петров и пожал плечами ну вроде как не конец или как спросил он обращаясь к пугалу я же не в стране живунов он коротко нервно рассмеялся ну и если ты страшила то где железный дровосек петров снова оглянулся по сторонам а главное мне надо куда-то идти или ждать здесь что скажешь пугало улыбалась ну а если ждать то чего или кого-то вдруг рассмеялся петров петров в ожидании года петровы в гриппе и вокруг него приключения петрова и васечкина вокруг царила тишина только птицы пели ветерок слегка шумел листво петров попытался вспомнить как элли разговорила страшила но не вспомнил то ли сказала заветное слово или страшила сам заговорил первым а чем он говорил ну не чрево вещал же петров перелез через изгородь и подошел к страшиле так вот в чем дело он сунул руку в карман и ни капли не удивившись нащупал там уголек затем тщательно дорисовал пугалу рот и подправил правый глаз он тоже наполовину стерся встань и иди с пафосом произнес петров воздев длань не могу ответила пугало петров отскочил конечно он понимал что будет именно так но не ожидал что столь внезапно почему это меня на кол посадили чтобы не сбежал кто посадил кто надо пробурчала пугало ладно а за что посадили ни за что ответила пугало старательно пряча взгляд с учетом свеже нарисованного глаза давалось ему это с трудом врешь сказал петров уверенно вру вздохнула пугало так за что я раньше убегал все время и что нельзя что у каждого тут свое предназначение у меня вот сторожить поле от ворон а у меня а кто же знает это тебе скажет только великий ужасный гудлин можно и так сказать а он где там пугало мотнула головой в неопределенном направлении ну и как туда попасть по дороге в пк петров расхохотался дорога в пк дорога в пк невозмутимо подтвердила пугало то есть дорога построенная военно промышленным комплексом что насторожился страшила ну в пк дорога в пк это дорога вымощенная прочитанными книгами важно сказал страшила подняв указательный палец и что это значит чем больше ты прочитал тем ближе сможешь подойти к великому и ужасному к нему обязательно подходить близко обязательно я вот свое задание на всю оставшуюся вечность издалека слушал очень издалека с первого раза не понял ничего потому и получил это место ну хорошо а тем кто подходит поближе начал петров достается работа поинтересней закончила пугало какой-то детский бред проворчал петров может и так но твоя дорога в пк уже началась прямо тут петров посмотрел под ноги сельская грунтовка прямо на глазах превращалась в вымощенную дорогу только вместо плит были обложки и страницы книг он присмотрелся первой лежала курочка ряба за ней шли майдадыр тараканище и прочая обязательная детская программа которую сначала просто слушал а к четырем годам освоил еще раз уже самостоятельно он вспомнил как прочитал в первом классе понедельник начинается в субботу как начиная с шестого класса каждый год перечитывал два капитана как за два месяца проглотил серо-красный 25-томник современной фантастики как в 15 лет попросил на одну ночь мастера и маргариту и в ту же ночь заболел и книга оставалась у него целый месяц и он читал ее изначало в конец и из конца в начало потом еще отдельную историю ешь и отдельно московские события у петрова закружилась голова столько прочитано столько раз бабушка стучала в туалет с криком не читай на камне и морой будет сколько раз на него обижались что он опоздал куда-то из-за того что зачитался сколько раз проезжал свою остановку уезжая в метро депо и сколько раз его жены смотрели на книжные полки и вздыхали ну зачем это все кому это нужно а вот кому ему и все было не зря петров шагнул но остановился и посмотрел на страшилу тот улыбался во весь рот расскажи тут много народу побывало ну то есть я хотел спросить каждый такой как я проходит через тебя нет конечно радостно ответила пугало ты первый за долгое время просто каждый получает свое начало вечности он попытался сделать умное лицо надул щеки выпучил свеже нарисованные глаза и понизив голос важно произнес у каждого свой путь начни же свой прямо сейчас но не выдержал и рассмеялся иди петров смело сказал страшила ты парень начитан и тебе повезло дойдешь до гудвина но можно сказать и так петров улыбнулся и шагнул согласись и и и и и и и